Здравствуйте! Вы смотрите программу 12 созвездий. 11 июля Венера перейдет в знак Льва. И большинство представителей Зодиака будут очень восприимчивыми к комплиментам и также остро реагировать на критику и негативные отзывы в свой адрес. Львы несколько поблекнут на фоне внезапно появившихся новых звезд. Водолеи приобретут новые и по-настоящему полезные знакомства. Особенно привлекательными и обаятельными станут козероги. Овны будут менее агрессивными, а стрельцы предпочтут уйти в тень, получая удовольствие от уединения. Теперь подробнее об астрологическом прогнозе для каждого знака с 8 по 14 июля. Овнов ждут неожиданные изменения в уже существующих отношениях. Важно быть открытыми к новым возможностям и не бояться выражать свои чувства. Однако избегайте импульсивных решений, которые могут привести к конфликтам. На этой неделе никто не сможет устоять перед обаянием тельцов. В свою очередь вы будете открыты к взаимодействию с другими людьми. Смело записывайтесь на различные мастер-классы и курсы. Там вы сможете встретить человека, с которым могут сложиться романтические отношения или крепкая дружба. У близнецов в этот период будет остро выражена интуиция. Вы сможете точно чувствовать ситуацию и людей. Хорошее время, чтобы наладить отношения с важными людьми и договориться о выгодном деле. Еще на этой неделе, вероятно, случайная встреча со старым знакомым. Для рака в середину июля прекрасное время укрепить эмоциональную связь с любимым человеком. Это отличный период для откровенных разговоров и признаний. Финансовые вопросы будут занимать много времени и предстоит искать компромисс по важному делу. Львы могут столкнуться с соблазнами и новыми романтическими возможностями. Важно следить за своими желаниями и не поддаться на мимолетные увлечения. Неделя обещает быть насыщенной и эмоционально богатой. Девам астрологи советуют в первой половине недели заняться вопросами, которые давно откладывали, так как во второй половине вас ждет начало чего-то нового. В этот период будет поступать много ценной информации. Не пропустите ее. У весов могут всплыть старые ошибки, придется решать их в быстром темпе. Хороший период для дел, связанных с налогами, платежами и штрафами. Личная инициатива скорпионов будет ключом к продуктивности. Хорошо заниматься документами, саморекламой, оформлением льгот. На этой неделе к вам могут приходить интересные идеи, которые пригодятся немного позже. Стрельцов, чья деятельность связана с торговлей и предоставлением услуг, ждет большой поток клиентов. Может также поступить хорошее предложение о подработке. Кроме того, Венера покидает ваш знак, смещая интересы в сторону доходов. Все лето вам будет интересно зарабатывать деньги, правда иногда с переменным успехом, а не отдыхать. У козерогов будет возможность договориться с кем-то, найти понимание, прийти к согласию или подписать договор. Особенно порадуют на этой неделе встречи с друзьями. Интереснее всего вам будет в компании неординарных личностей. Общие темы помогут расширить кругозор и получить заряд энергии, которая поможет реализовать самые смелые проекты. Скучать в период с 8 по 14 июля водолеям точно не придется. Вы станете участником ярких, неожиданных и захватывающих событий. Они помогут пересмотреть взгляды на жизнь, ключевые цели и планы на ближайшее будущее. Рыбам потребуются немалые усилия для самоорганизации. Слишком много отвлекающих событий вокруг. Но если удастся преодолеть эти обстоятельства, найти в себе силу воли, то результаты будут фееричными. Вот такую неделю обещают нам астрологи. С вами была Наталья Буслаева. До новых встреч и будьте счастливы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова